доброе утро дорогие друзья с вами авиэль станкевич и каждоутренняя передача которая называется завтрак с библией которую проводим вот уже 20 раз сегодня 20 выпуск своего рода юбилей и сегодня читал солом который мне попался за последние несколько дней уже второй раз это 71 псалом его о нем говорил вернее пастор богдан кензерский у нас в церкви пятницу и на наших глазах господь совершал чудеса с его помощью мы специально даже не записывали это на на видео потому что ну знаете все так сложилось хорошо но тем не менее чудеса происходят чудеса происходят каждый день чудеса происходят только у тех кто на них надеется кто в них верит и господь он всегда один и тот же как мы знаем и он проявляет свои чудеса каждый день во всем что мы делаем и опять же в том случае если мы надеемся на чудо и если мы верим в него и самым таким будем говорить преданным богу человеком возможно одни ли одним из но по крайней мере из последней истории царей израилевых это был конечно царь давид он автор а почти половины книги псалмов псалтырь как ее называют все на дальнем переводе и вот последний своей молитве то есть последнем своем псалме как раз вот 71 с вами давид говорит следующее и опять же сегодня это читал в третий раз даже на за последние три дня 18 стих семьдесят первого псалма благословен господь бог израилев один творящий чудеса и благословенно имя слава его век и наполнится славой его вся земля аминь и аминь это последняя молитва из псалмов давида больше он псалмов и сам не писал и мы видим на протяжении всей его жизни и на протяжении всей жизни тех кто был его наследником происходили действительно чудеса равных которым пожалуй до селе но до тех времен никто не знал и не видел и за каждое чудо которое творилось в жизни этих людей в жизни этих царей каждый из них безмерно благодарил и создавал вещи которые господь мог просто принять что называется может быть даже в самой большой своей радости и на этой радости он раздавал самые щедрые подарки которые только можно было как например соломону он дал мудрости которую тот просил и всю мудрость мира он дал ему и на на сегодняшний день очень многие думают что чудеса закончились чудеса сегодня в жизни не происходит и что бог их не творит при этом читая в писании что бог вчера и сегодня и всегда один и тот же я хочу напомнить что чудеса происходит там где на них надеются и там где в них верят но самое комфортное место как сказал вот пастор богдан для чудеса там где есть нищета там где есть беды там есть голод там где есть проблемы там где есть все что может препятствовать нормальной человеческой жизни именно там слава господня и чудо которое он совершает чувствует себя максимально комфортно мы зачастую приходим к к богу и говорим господь ты мне дал все у меня все есть то что мне нужно у меня есть все что 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 чтобы жить как красиво комфортно и счастливо спасибо тебе господь классно но при этом где-то в душе внутри вы надеетесь на то что он вам даст еще больше но он слышал вас от вас только что благодарность за то что он дал вам все что вам нужно что что вы еще хотите от него получить если вы только что подтвердили что все что вам нужно у вас есть я думаю что исходя из этого псалма из того что чему иисус учил своих учеников то есть все что не попросите в вере дано будет вам просите и дано будет вам и неоднократно он повторял это и в других книгах нового совета мы видим это что пусть просит у бога немало не сомневаясь и полы дано будет ему без упрека я думаю что для того чтобы в нашей жизни происходили чудеса нам нужно прийти и сказать господь у меня кроме тебя ничего нет у меня кроме тебя нет никакой надежды у меня кроме тебя нет ничего кроме кроме веры в тебя кроме уверенности в том что ты будешь со мной и это что ты ты дашь мне и когда мы приходим к богу с пустыми руками со скрытыми руками со скрытым ладонями где где ничего не зажата где мы ни за что не держимся ни к чему не прикипаем там работают чудеса там совершаются то что мы можем даже и никогда не подразумевали потому что бог видит что у нас на сердце и тогда в нашей жизни начинают появляться какие-то новые вещи здесь пишет мне гузель что написано за все благодарить совершенно верно но благодарить надо и за то чего еще у нас нет за то что мы имеем да нужно благодарить но если мы благодарим за то что бог дал мне это не значит что он дал мне все что мне нужно откуда мы знаем что нам нужно только бог знает что нам нужно поэтому нужно благодарить за то что будет уж если я верю что бог мне это даст то я должен видеть то что он что мне это уже дал и за это благодарить то есть даже чего у меня еще нет например есть люди которые которые молятся за здоровье и не благодаря за то, что Бог их исцелил. Но если мы верим, что Бог исцелит, значит, Он это сделает. Нет ничего невозможного для Бога, Он это сделает, мы получим исцеление. И за это уже рады благодарить, даже если мы сегодня себя противно чувствуем. Я не говорю, что благодарить нельзя, наоборот, нужно благодарить. Но если мы хотим в жизни получать чудеса, если мы хотим, чтобы было больше Бога в нашей жизни, чем вещей, чем событий, чем людей, нам необходимо прийти к Богу и сказать, кроме тебя, Господь, у меня больше никого нет. Об этом пишет и Давид, об этом пишут и многие другие пророки. Кроме тебя никого нет, на тебя уповаю, написано. И если мы верим, что Господь способен знать, что у нас на сердце, и дать нам то, что нам действительно нужно, а не то, что думает наш мозг, то мы должны видеть, что у нас это уже есть. Это называется на современном языке визуализация. То есть если мы в это верим, полной верой, то нужно благодарить за то, что мы это уже получили, тогда мы это получим. Это два составляющих веры и благодарность, два составляющих в получении того, что нам реально нужно. Но только Бог знает, что у нас на сердце, только Он знает, что нам действительно нужно, только Он нас призвал, Он точно знает, что и как мы должны получить и когда. И это очень хорошо написано у Еремии, если подняют вопрос. И на этом, пожалуй, мы закончим. Книги пророка Еремии у нас прямо в первом стихе. Я об этом уже говорил, как-то она в Веселиха Библии, но тем не менее. Первая глава, пятый стих. «Прежде чем я образовал тебя в очреве, я познал тебя, и прежде нежели ты вышел из утробы, я осветил тебя и пророком для народов поставил тебя». То есть Господь заранее, до того, как мы еще просто пришли на свое истинное призвание, знает нас, осветил нас, образовал нас и поставит все равно на то служение, которым мы должны служить. Поэтому нужно, как учил нас Иисус, молиться, чтобы не воля наша исполнилась, но Его, но всегда благодарить за то, что Он знает то, что есть у нас на сердце, и что нам даст именно то, что нам нужно. Не то, что нам хотелось бы, а то, что нам нужно, и за это благодарить. И это никак не расходится с тем, что написано в Писании, что за все нужно благодарить. Благодарить нужно за то, что Господь нам дает каждый день. Поэтому вот с этой мыслью о том, что Господь творит чудеса и до сих пор творит чудеса, и эти чудеса я собственными глазами видел в пятницу и на себе тоже, я могу свидетельствовать, поскольку я обязан свидетельствовать. У меня были ноги разной длины, и я, ну, будем так говорить, на глазах у изумленной публики получил полное исцеление от этого недуга, и у меня ноги стали одинаковые длины. Поэтому у меня, может быть, поэтому в последнее время меньше болит спина, и мне гораздо комфортнее ходить, и у меня нет вынужденного положения при ходьбе и так далее. Поэтому слава Господу за все, что Он делает в нашей жизни, за это чудо, которое Он совершил, и благодарю Его за то, что это чудо, которое Он еще совершит, потому что Он точно знает, когда и в какие времена, что нужно совершать. Но я в молитвах своих в основном благодарю Бога за то, что Он это совершает и будет совершать, а не за то, что мне хотелось бы от него получить. И вам того же рекомендую. С этой мыслью пусть у вас будет благословенный день, благословенная неделя, и до встречи завтра в «Завтраке с Библией» в 21-м его выпуске. С вами был Авелий Станкевич. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok